Еще в прошлом году поликлиника в микрорайоне Вишневец – это была мечта многих жителей. Теперь это реальный проект, который уже подходит к своему завершению. В октябре сюда привезут оборудование и мебель. В эксплуатацию новое здание долгожданной поликлиники будет введено уже в декабре. Поликлиника находится сегодня в состоянии чистовых отделочных работ. Наружные инженерные сети выполнены, благоустройство подготовлено по чистовой работе. В настоящее время работают более 150 человек строителей. До сентября месяца основные работы строительные будут закончены. Проект новой поликлиники в микрорайоне Вишневец такой же, как и поликлиники номер 6 на девятовке, правда с небольшими корректировками. В новом здании будет функционировать детское отделение на 250 мест и женская консультация на 150. Всего же поликлиника рассчитана на 650 мест. Она сможет обслуживать порядка 40 тысяч взрослого населения и 15 тысяч детского. Это позволит сократить нагрузку врачей соседних поликлиник и, конечно, решить наболевшую проблему очередей. К слову, жители Вишневца не только долго добирались до ближайшей поликлиники, но и часто не могли попасть на прием к специалисту. Нервопатолог, например. Надо очередь ждать две недели, чтобы я к нему обратился. Близко будет ходить, если что-то обратиться, например. То есть будет хорошо, я так думаю. Открытие новой поликлиники в городе – это не только большая радость для жителей Вишневца, но и новые рабочие места. Всего в поликлинику планируется трудоустроить порядка 400 работников. Это будут специалисты разного профиля. К слову, оборудование, которым оснастится медучреждение, будет современным и соответствовать всем международным стандартам. Оборудование, дорогостоящее оборудование, будет поставляться и уже поставляется из Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Этот год специалисты называют урожайным в плане строительства значимых объектов для города. На следующей неделе в молодом районе Ольшанка откроется новый детсад на 230 человек. К концу года здесь же будет введено в эксплуатацию здание еще одного детского сада. Начнется и строительство большой школы, где смогут учиться более трех тысяч детей. Яна Мельниченко, Дмитрий Пастернак, Евгений Русилевич, Новости, Гродно+.